Всем привет! Эд Гошанович и канал Жизнь Механик. Сегодня у нас проведение ТО на еще одном народном автомобиле Largus. Такие же двигатели стоят на Меганах, Дастерах и очень многих машин. Начинаем! Движки очень похожи, что Дастеры, что Largus и много-много на каких французах такие же двигатели идут. Возможно ничем не будет отличаться слив масла, но посмотрим, может быть как-то внесет свои коррективы опору двигателя. Может быть чуть-чуть двигатель висит не так, вперед наклонен или назад более. Сейчас посмотрим, что будет. Снимаем защиту. Здесь все просто. Головка на 10. Знакомый нам моторчик по другим машинкам. Сливная пробка. Опять же тот же самый масляный фильтр. Попробуем его сегодня снять снизу, а не сверху. Видно, что лопнул пыльник шруса. Вот, иногда очень хорошо обнаружить его, это смотря вверх, то есть сверху, если обратить внимание, вот здесь вот, вот здесь вот, если обратить внимание, на летающую массу такие сосульки уже висят. Бахнул немножко сальник коленчатого вала задней. Способов открутить пробку существует наверно миллион, но мы пойдем другим путем. Самым простым возьмем квадрат и ключик на 19. Если вы достаточно быстро сумеете убрать руку, то есть шанс, что рука останется чистая. Гошан совсем обленился. Чтобы открутить фильтр, мы тоже ничего не будем выдумывать. Возьмем просто специальную коробку. Открутили фильтр. Облив попутно все, что только могли. Вот такое вот устройство здесь. То есть, весь двигатель мы облили маслом. Избежать этого, ну, проложить, наверное, много-много тряпок. Производители, привет! Специально для канала лайв. Это какими же клонами надо быть, чтобы вот так вот сделать, а? Это же просто, уму непостижимо, в голову, да забить этому человеку, кто придумал так фильтр располагать. Только человек с коровью, как и в голове, мог додуматься до установки фильтра в таком месте. Вспомнился анекдот. Пьяный мужик садится к извозчику. Говорит, сударь, прокатите меня с песнями. Да пожалуйста. Ой, только подождите, вот нога попала в колесо. Нога попала в колесо! Ну вот как вот это вот можно было сделать, а ну вот как? Ну вот все, вот все теперь в этом самом, короче. Едва капает. Зовем нашего молодого желтого сотрудника. ЖЕЛТЫЙ! Устанавливаем желтого. Замечу еще такую вещь, что шприцом оттуда доставать нечего. Нечего. И масло берется из-за того, что где-то вверху в головке, оно в лужах, грубо говоря, стоит. И наклон позволяет, соответственно, лучше масло стекает. Здесь что-то хозяин жалуется еще на подвеску, на стуки. И мы сливаем масло не просто так, а все равно нам надо поднимать морду, задирать машину, чтобы продиагностировать. И почему бы при этом не слить получше масло? Вот и все. Обращаю внимание на фильтр. Первая картинка. Наливаем из масленки фильтр, ну или смазываем резинку. Вторая картинка. Закручиваем, доворачиваем, измеряем уровень, заводим машину и проверяем, чтобы не было потеков. Где здесь запрет на залив масла, я не знаю. Короче, кто хочет заливать, заливайте фильтр и говорите, а это Гошан сказал, я старенький, мне все равно. Слили мы в нашего желтого, оказалось достаточно много. Аж, скажем, чуть больше 100 грамм дополнительно слилось, из-за того, что мы наклонили машину. 100 грамм масла, я считаю, это много. Возьмем специальную штуку и на ваших глазах картина маслом. Все подсохло, подсыхает еще до сих пор, скажем так. И от масла у нас нет и следа. Это все потому, потому что мы лентяи. Не хотим мы протирать, не хотим. Всяким баллонами пользуемся. И все, и все сухо. Поменяем воздушный фильтр. Здесь достаточно просто. Резиночка, хоп, ушла. Вакуумный шланчик. Чтоб не обломать его, не дай бог. Все очень мега просто. Звердочку откручиваем. Достаем фильтр. Вытрясаем из этой коробки остатки. Не совсем здесь удобно попадать. Здесь не торопитесь затягивать каждый. Сначала наживите оба и потихонечку подтягивайте. На бекре не встало все это дело. Проверьте обязательно здесь резинку. Бывает, что она внизу подворачивается. Вот и все. Глянем на двушку. Открываем крышку. Что он делает? Он опять не пользуется воронкой. Машина, хоть и пробежала всего лишь 6000, но ей уже три года. Соответственно, и аккумулятору три года. Возможно, чуть больше. Я не буду вдаваться в подробности, как здесь расшифровать, кому надо так находится. Вот. Открутим пробки, посмотрим, что здесь. Ой-ой-ой. А здесь у нас уже и уровня-то нет. За три года и 6000 пробега уровень упал прям до пластин. Очень плохо видно. Вам придется мне поверить на поверхность. А всего лишь прошло три года. Будем добавлять. Так. Обращаю внимание. Машине три года. Три года. И пробег всего лишь 6000. Она уже вся обтекает. Вся сопливится. Здравствуй, наш любимый автоваз, я так понимаю, да? Интересно, наконец-то появились фильтра на Largus. Вот такие раздельные, с крышечкой. А то обычно совместно вставлять их очень неудобно. Ну, сейчас вот какие. Прям здорово. Своих клиентов я все время, ну, не могу удержаться. Не побрызгив здесь марилькой. Тем более импортный. Хороший. Вот и закончен ТО на Largus. Дополнительно нашим методом слили 100 грамм. Я считаю, это много для такого двигателя. Будем рекомендовать владельцу поменять тормозную жидкость и заменить шару и опору. По факту удалили дистиллированной воды в аккумулятор. В машине всего лишь 6000 пробегов. Но уже три года. Достаточно много испарилось, добавили водички. Заодно зарядим аккумулятор. Человек мало достаточно ездит. В принципе, все. Народный автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. С вами, как всегда, Гошаныч. Пишите комментарии. Продолжение следует. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал. Всем удачи! Подписывайтесь на канал. Так мы, это разрядите permitir. Поэтому тебе запpt